Добрый день! Сегодня у нас анбоксинг бюджетной трешки магнитной MGC или MGC, как ее многие называют. Это кубик компании YJ, Ли Йанг Джун, то есть конкурентами этому кубику будут выступать также бюджетные версии этот склонбойс, магнетик и шеншоу мистер М. С ними будем сравнивать. Посмотрим упаковку. Упаковка достаточно лаконичная, название кубика, мелко-мелко YJ логотип, ну и все, какие-то технические данные. Сама упаковка повторяет, например, чем-то похожее на упаковку топовых кубиков. Если нажать вот в это отверстие, подвигается вот такая коробочка. Для фирмы YJ этот кубик, соответственно, будет являться топовым, поскольку у них там все бюджетное такое для начинающих. Так, здесь достаточно плотная крышка, чтобы кубик не повредился. Что есть еще? Есть запасные магниты, видимо, 4х2 похоже, и запасные пружины с шайбами. Я не уверен, это запасные пружины или пружины другой жесткости. Надо будет потом как-нибудь посмотреть. Но они есть, и это хорошо. Также микроинструкция. Да, мы привыкли к инструкциям от Гана, большим портянкам. Ну, здесь вот такая вот маленькая, простенькая. Пусть будет, толку от нее все равно нет. Ну и сам кубик. В коробочке нет больше ничего, а то ложим в сторону. Сам кубик запакован в пленочку, откроем, пленочку выбросим. Так, что мы сразу видим? Кубик у нас в черном пластике. Он выпускается в двух версиях, пока я ее видел. Это черный пластик и белый пластик. Но внутри у нас неокрашенный пластик. Праймари. Или, как многие его называют, премиум. Неокрашенный пластик. Ну, современные тенденции. Вот, как скользит лучше. Наверное, это хорошо. Наверное, точно это хорошо. Цветовая схема. Стандартная, полуфлю. То есть, темный, красный, синий. Белый, но есть белый. И более светлый, зелено-оранжевый. Желтый, как обычно. Ну, стандартная цветовая схема для губов компании Moe. Все-таки, Moe и YJ долго дружили. Потом разделились. Ну, цветовая схема и стикеры у них очень похожи. Так. Давай попробуем перемешать. Кстати, размер этого кубика, кажется, 55,5 мм. Сразу можно отметить, что он достаточно тихий. Очень тихий. Совсем-совсем тихий. Магнитики чувствуются, но не сильно. Давайте тестовую сборочку. И дальше будем уже что-то думать. Так, что мы видим? Видим мы что-то. Так. Ну, кстати. Да. Тихий. Магнит, хоть и слабенький, но все равно чувствуется. Вполне приятное вращение этого кубика. Если сравнивать по кручению Шэнк Шоу, Мистер М и Циклон Бойс магнитный, то в Шэнк Шоу у нас гораздо сильнее магниты. Там тоже праймер и пластик. И колор с рельефными пластинками. А Циклон Бойс, наверное, будет у нас все-таки пошустрее. У меня что в Шэнк Шоу, потому что в Циклон Бойс магнитики где-то там отвалились. Я не найду времени их приклеить обратно. Поэтому такой пробирный звук появляется. Здесь все вроде хорошо. Все магниты на месте, никаких лишних звуков нет. Он помедленнее, чем в Склон Бойс, и магниты послабее, чем в Шэнк Шоу. Но, ведь есть в цветном пластике кубы, а этого нет. Это, наверное, будет недостатком. Надо, наверное, еще одну сборочку. С первой непонятно. Заодно резка углов нормальная. От современных кубиков ждать плохой резки углов у нас не приходится. Хотя обратная она есть. Конечно, немножко уступает топовым моделям. Хотя этот куб вполне может стать альтернативой топовым моделям. То есть он магнитный, сочетает в себе все современные тенденции. И он достаточно быстрый. Так что плохого в нем нет ничего. Единственное, что нет версии цветного пластика, к которому мы уже все привыкли. Немножко как-то непривычно вращается, но неплохо. Вполне приятно. Практически не локапит. То, что вы видите, это всего лишь мои корявые пальцы. Давайте посмотрим настроение элементов. Очень нехотя достаются, но достаются. Так, вот наш уголок. То есть полностью весь элемент из неокрашенного пластика лишь дает крышечке из черного. Хотя обильно смазан из коробки. Даже весь вот уже перепачкался. И ребро. Сквозь неокрашенный пластик мы видим, что магниты не находятся в пазах. То есть нет пазов. Они приклеены. Разбирать сами ребра что-то мне не хочется. Это видно и так. То есть мы видим клей и не видим пазов. Это, наверное, все-таки минус. Поленились. Потому что и в Шингшоу, и в Циклан Боис пазы есть. Ну, как бы это современнее. Это интереснее и это приятнее. Разбирается кубик нехотя. Собирается нормально. Выглядит вполне приятно. В руке лежит тоже хорошо. С одной рукой, что двумя руками. Ну и решающую сборочку. Там хочется повращать. Я думаю, оценят этот кубик школьники. Собирать на уроках он очень тихий. Ну и те, кому близкие и родственники запрещают в их присутствии кубик собирать, тоже понравится. Что он не издает никаких громких звуков. И вполне приятен для слуха. Что-то ошибся. Не, все-таки он достаточно быстрый. То есть, по первым впечатлениям, это вполне достойная альтернатива дорогим кубам. Пион ГТС, магнитная версия, Ганнум, Поваром, Волк Три Павер. Но стоит он, как средний бюджетный куб. Кстати, этот кубик был в качестве приза победителем дисциплины чемпионате YJ Fest. Многим раздавали. А на тот момент он в продаже-то еще и не был. Так что тем, кто заработал там медальки, наверняка этот кубик уже знаком. Ну, мне медалек не досталось. И кубик этот мне пришлось покупать, когда он вышел в продажу. В принципе, хороший куб. Вполне приятный. Многие ему уже собирают. Рекомендую. На этом все. Всем пока.